Всем привет! Вы находитесь на канале Мысль и Слух 2.0. Меня зовут Васильев Роман. Это канал Магодетной семьи Васильевых и специальный проект называется «В одну каску». Сегодня я приехал на дачный участок, там где мы строим дом. Для тех, кто ранее не смотрел предыдущую серию, я поясню, что на дачном участке я пытаюсь построить дом из арбалита своими силами полностью с нуля. То есть целина, я выкопал, сделал фундамент. Сейчас пытаюсь заливать стены. Стены будут из арбалита. И сегодня я приехал посмотреть, как это все у нас выглядит. Изначально, кто смотрел предыдущие ролики, мы залили стены, они у нас выпали, высыпались все, так как смен был фальшивый. И сегодня я приехал посмотреть, как выглядит наша стройка. Пойдем посмотрим. Итак, вот наша опалубка. Вчера переставляли нижнюю доску, она стояла внизу, переставили наверх, везде по кругу, с наружной стороны, и также везде переставили со внутренней стороны тоже на один ряд. Я подумал, решил, что в две доски заливать сильно тяжело. Помощники, гости на наш проект приезжают редко, чтобы помогать мне заливать в две доски. Ну вот, буду продолжать в одного заливать в одну доску. Итак, вот наш арбалит, какой он получился. Вот так вот он стучит, звенит. Не знаю, слышно, нет. Но получился вот, что бетон, что этот, чуть-чуть поглубь. Блин, постучать-то, чтобы, короче, вот, чтобы поглушить. Здесь мы маленько есть такие частички, выкрашиваются. Но это то, что не дотрамбовано, остальное все потрамбовалось и превратилось в такую, как цементную, как правильно-то, стружечно-бетонную стену. Вот, короче, этот цемент, который мы взяли, схватился хорошо. Настоящий эскетимский цемент, который схватывается даже в ведре с водой. То есть, сейчас он еще влажный. Он должен быть вот такого цвета, серого. Ну, я думаю, через недельки-через две этот слой будет выглядеть вот так же. То есть, серенький такой. Как-то вот так. Также, вот, посмотрели мы стенки. Стенки выглядят достаточно шикарно. Они застывают. Просчитал я размер затраченного количества опилок. Опилок уходит у меня 4,2 куба на стену. Вот она получается 7 на 8. Ширина 40 см. Высота 30 см. Ну, вот на одну заливку. И в эту же заливку уходит 22 мешка цемента по 50 кг. В пропорциях... В пропорциях 4,10 литровых ведра на ведро цемента. Но оно там не полное, получается. У меня там своя рисочка есть. Вот так вот получается не до верха ведра. То есть, большое ведро. Но вот так вот не досыпаю. Чтобы, ну, как-то поэкономнее. То есть, там, там, там не досыпало. В итоге у меня ведро плюсом получается еще. Ну, и все достаточно и так хорошо схватывается. Можно было бы сыпать и по ведру. Но тогда цемент бы уходил еще быстрее. И, возможно, вероятно, что мне где-то не хватило. Как на прошлой заливке, там, маленько не хватило. В одну доску долить. Вот в эти разы буду доливать. Все нормально сделаю. И, опять же, такой интересный вопрос у меня к этим... Как его арбалитчиком, кто строит из арбалита, достаточно сильно повело у меня доски-опалубки, в которых я заливал арбалит. Они прям перекручиваются. То есть, вот если у них есть доска, она перекручивается прямо винтом. Некоторые доски, которые вот так вот выгнулись, их можно перевернуть обратной стороной, поставить, прикрутить. Другие, которые винтом, с ними достаточно сложнее. И тоже пытаюсь переворачивать другую сторону, чтобы одна сторона просыхала. То есть, она будет сохнут, может быть, доска сыграет в обратную сторону. Может быть, она так и останется. То есть, доски очень сильно ведет от влаги. Кто-то говорит, что много воды льете, но поясню, что если влить меньше воды, будет эффект, короче, не тот. Для нас, чтобы это все было хорошо перемешано, с опилками обвалено хорошо, чтобы хорошо все застывало. Так. Ну и про лесенки. Лесенки, которые я выставлял по уровню в стены, после трамбовки опилок туда, я все это посмотрел, по уровню, по там, натягивал, вплоть до того, чуть ли не веревку натягивал, все стояло ровно. То есть, все лесенки были выставлены ровно. То есть, если есть вот так у них погрешность, со мной в опалубке, это не беда. То есть, хоть ни в одно отверстие придется опалубку прикручивать. Но когда стоит лесенка вот так, вот, допустим, вот опалубка, она вот так стоит, и она начинает туда-сюда ходить, стены получатся кривые. И вот я заметил, что на момент высыхания как-то опилки сохнут, они играют, и некоторые лесенки, они начинают ходить. Какая-то туда, какая-то сюда. То есть, не везде уже получается, вот я следующий ряд перекручивал, не везде получается опалубку делать вплотную к лесенкам. Почему это происходит, ну, даже сообразить не могу. Буду придумывать, как. Ну, в крайнем случае придется, ну, отвес сделаю, буду по отвесу. Как обычно строители делают, буду мерить по отвесу. Вот она, доска. Если вы посмотрите, она была выгнута вот так почти. То есть, когда начало сохнуть, вода попала, она выгнулась. Ее получилось достаточно того, что ее открутили, перевернули другой стороной, влажной стороной сюда, сухой сюда. И вот сейчас видно, что вот здесь вот она идет, далее, 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 далее она вообще вот так вот за этого, загибается. То есть, получается, эффект такой, как будто стена ушла. Как-то вот так вот. Кстати, с досками, с этими, блин, не знаю, что делать. Здесь все более-менее. Здесь доски стоят как бы ровно. Здесь, здесь вот нормально, вот эта доска, вон та доска винтом. Так, так, так. Здесь тоже нормально. Это вот первая доска, вот она идет нормально. Вторая опять перекручена вот так вот. И пришлось переворачивать и обратной стороной прикручивать. Ну, так смотреть, вроде ништяк. Ровные стенки. Так, вот они лесенки. Если смотреть, вот так вот. Вот они все лесенки. Сюда отходим. Оп, выравниваем. Получается, это нормально. Это нормально. Вот тут эта лесенка. Вот это получается. Снизу она ровно. А вверх, как будто получается, эта часть, она приподнялась. Та провалилась. И она, получается, ушла туда. Сейчас посмотрим дальше, что у нас там. Тоже пройти про лесенки. Я уже голову всю запарил. Здесь нормально, вроде эта сторона. Здесь тоже вот. Раз, два, три, четыре. И вот четвертая, пятая тоже. Четвертая, пятая ушли туда. Шестая наоборот. Ее прям видно. Вот. Вот. Вот она, шестая. Она наоборот ушла сюда. Прям очень сильно. То есть вот так вот если смотреть. Оп. Вот она. Шестая лесенка, она очень сильно торчит. Не знаю, как ее тоже надо будет как-то по уровню направлять, перегибать. Это вот, вот это и вот это. Они туда завалились. Хотя все, вот делал вот такие вот растяжки. Везде все крепил. Делал укосины везде. То есть выставлял когда по уровню. Все крепил укосинами. Уровнем подставил, укосину поставил. Думал, зальется первый ряд. И оно все зафиксируется. Фиг там. Вот эта лесенка тоже получается. Ее нужно как-то будет вот туда, в ту сторону как-то сдвигать. Потому что, ну, сильно она, получается, выпирает. Может быть, впоследствии, когда доска будет крепиться там и здесь, вот это нормально тоже, здесь, здесь. А эта лесенка потом сама собой постепенно уйдет. Ну, тоже буду проверять по отвесу и все это смотреть. Коробка. Вот. Вот так вот. Оп. Ну, здесь хорошая стенка. Здесь тоже вот так вот стоишь. Хоп. Вот так стрельнул. Тоже хорошая стенка. Получается ровно. То есть вот так вот все стеночки. Прохожу регулярно. Смотрю. Здесь все нормально. Там вот эта вот, эта другая лесенка, эта в другой стене стоит. Если вот так стоишь. Оп. Все. В одну линию выстроились. И смотришь. То есть вот так вот лесенки сначала смотришь. Потом. Слоп их все. Смотришь. Все нормально. Все стоят в одной линии. Ну, то есть получается вот эта стенка у меня. Одна лестница ушла. И тут две маленькие покорежила. Там одну. Итого четыре. Лесенки у меня как-то не так, как хотелось бы стоят. Здесь тоже получается. Здесь дверная коробка. Вот. Раз лесенка. Коробка. Два лесенка. И вот три, четыре, четвертая лесенка, она туда завалилась. Верхняя часть ушла туда. То есть, ну, тоже как-то надо будет ее подтянуть. Все это выровняю. Подтянули. Здесь вот тоже у меня стояли укосины на каждой лесенке. Все распирало во все стороны, чтобы все было идеально ровно. Но не получается. Может быть, когда трамбуюсь, опилки. У меня там трамбовочка такая тяжелая. Когда трамбуюсь, опилки, лесенки сдвигаются. А потом это засохло. А когда трамбуюсь, времени нету проверять. Это ничего. Как что. У тебя выстроено, как что стоит. Времени на проверку не остается, короче. Быстрее, быстрее. Замесить, затрамбовать. Охота сделать немного и быстро. Но, ну, быстро показалось, что не есть качественно. Лучше делать медленно, но качественно, короче. Ну, вот, как-то так обстоит вопрос с нашими лесенками. Также вконтакте был вопрос про бетономешалку. Ручную бетономешалку, которая мешу арболит. В предыдущих видео было показано. Много там споров всякой-всякой-всячины. Скажу прямо. Изобрел эту бетономешалку ручную не я. Я ее просто посмотрел у одного дядьки в интернете. Зовут его Сергей. Ему привет. Огромное спасибо за такую придумку. Я подписался на его канал. Буду смотреть. Он тоже дон из арболита заливает. Но у него там мало видео. Видео три, что ли, выложено. Мне понравилась его идея про бетономешалку. Скажу, что больше я таких не находил. Ну, находил, но они не такой конструкции. Вот его бетономешалка мне понравилась. Я себе, ну, и тесть помог. То есть, ну, я по сварке умею, но не очень. То есть, ну, когда варю, у меня как-то не так получается. Кто прожигает, то есть еще что-нибудь. Здесь помог все это сварить дело. Ну, естественно, мы маленько модернизировали эту бетономешалку ручную. Вернее, даже арболитомешалку. И, то есть, достаточно хорошо пользуемся все. Огромное этому Сергею спасибо за то, что... У него даже цвета, по-моему, такая же тоже синяя, что вот нашел я в интернете. Такую вот идею подкинул по поводу арболитомешалки. Классная штука. То есть, даже не задумывайтесь, не парьтесь по покупке, блин. О покупке электробетономешалки, ну, необходимой бетономешалкой. Можно смело соорудить вот такую прекрасную штуку из бочки. Также в ней можно висеть цемент, щебень, песок. Все это там перемешивать и заливать. Обалденная получается штука. Ну, сейчас вот глянем бетономешалку. Вот она, эта обалденная арболитомешалка. Вот такие вот лопасти. Вот одна буквой Т. Вот получается длинная, короткая, длинная, опять короткая и опять длинная почти до конца она достает. Здесь уже подрожновело маленько. Получается, что я дня два не заливал. Тут пока вот кипиш весь с цементом разобрался. То пока все. Ну, вот такие вот фанерки еще раз покажу. Там в предыдущих видео видно было. Сюда, там, у дядьки у этого, ну, по-моему, подшипники стоят приварены. У меня ничего, никаких не подшипников, ничего. Я просто ставлю, вот видно, лом. Это был обычный лом. Пробили бочку. Здесь приварена старая шайба. Тут намазано все солидолом. Здесь намазано все солидолом. Здесь тоже такая же строительная фанера на четырех болтах. Тоже туда солидолы. Вот от солидолы видно жирный след. Тут также все сделано с солидолом. Все достаточно легко. Крутится и месяца. Такая вот рукоядочка. Раз. То есть в одного достаточно легко и просто это все собрать. Не имея там больших финансовых возможностей. Кто-то делает, кто-то делает вот сюда вот защелку такую, чтобы было удобнее сыпать. Достаточно просто взять бакулочку. Здесь болты имеются. Подводим. Сейчас, оп, закреплю. Подводим эту бакулочку. Туда дальше, оп, упираем в болтик. Бетонная мешалка стоит в вертикальном положении. То есть все, можно засыпать, наливать воды и начинать месить. Вот такенская крышка. Оп. Просто прорезали ее болгаркой. Шарнир. Раз, два, три. И здесь петли застегивающиеся. Обычно. Оп. И все. И закрыл. Сейчас я ее открою. Она мне просыхает, кстати, говорю. Два дня получилось. Я потерял даже больше, наверное, уже не два дня, а уже. Так вот убираем. Оп. Бакулочка упала. И можно дальше не трогать. Оп. Сюда ее полупим. Пригодится в дальнейшем. Подниз. Я, короче, хотел изначально делать корыто. Оббивать железом. Потом просто железяку положил и поставил на корыто. Ну, в общем, как-то вот так. Ну, вот это вот, наверное, в принципе, и все, о чем я хотел сказать, рассказать в этом сегодняшнем видео. Видео получилось такое коротенькое. Ну, как и все мои видео, потому что у меня проводного интернета нету. Только по этой причине видео получатся маленькие и короткие. Потому что, чтобы загрузить длинный ролик, там, часовой, двухчасовой, нужен хороший интернет. Поэтому у меня интернет и это говно. Извиняюсь. Вы находитесь на канале Мысли Слух 2.0. Это специально... А, это канал Многодетной семьи Васильевых. Это наш специальный проект нашего канала. Называется В одну Каску. Вот здесь, внизу под видео, ставьте лайк обязательно. Большой палец вверх. Подписывайтесь на наш канал. Будет еще много-много всего интересного. Приглашайте друзей. Для приглашения друзей, по-моему, слева под видео есть кнопка поделиться. Поделиться в социальных сетях в Одноклассниках, ВКонтакте, Фейсбуке и прочих-прочих-прочих в социальных сетях. Обязательно подписывайтесь. Приглашайте друзей подписываться. Будет еще много интересного. Наш канал будет мега-популярным. Увидимся. До встречи. Всем пока.